Пожалуйста, ваш вопрос. Давайте с этого вопроса и начнем. Изменился ли Спартак, стал ли более опытным? Или с учетом того, что там и так собраны достаточно опытные игроки, мало что в их игре поменялось? Там состав собран из опытных игроков. Можем одно отметить, что команда по сравнению с нашей первой игрой, она все равно приобрела определенную сыгранность, понимание тех принципов, которые доносит дальний тренерский штаб. Поэтому Спартак уже не новичок Суперлиги, и не тот, который был с нами в первом туре. Ольга Сергеевна, здравствуйте. Такой вопрос. Если вас спрашивали про Спартак, я спрошу про нашу команду. Все ли хорошо себя чувствуют? Как проходит подготовка? И вообще какой ему эмоциональный настрой? Спасибо за такой вопрос. Команда не в полном составе поедет в Москву, потому что есть ряд травмированных футболистов. А так в хорошем настроении, в расположении находится команда. Также вернулись игроки из сборных. Поэтому сейчас нужно... В принципе, у нас всего два дня на подготовку, и нужно, в принципе, за эти два дня подвести всю команду к игре. Ольга Сергеевна, здравствуйте. А хотел такой момент спросить. В составе Спартака есть двое нападающих, которые в первый сезон играли за «Зенит». И вот такой вопрос. А есть ли на них специальные... Будут ли на них какие-то специальные установки? И вообще, вот учитывая то, что вы их тренировали, вы же знаете их целиком и полностью, и будете против них как бы играть особенно. Ну, не могу сказать, что мы будем именно против этих двух нападающих играть особенно. Будет определенный план на игру. Есть игроки, на которые нужно обратить внимание в игре, то есть в команде «Спартак». Мы это учтем, потому что есть игроки, системообразующие в этой команде. Плюс, если мы говорим про нападающих, да, мы знаем их сильные и слабые стороны. А также это примемо внимание. А вот если смотреть на «Спартак», кого бы вы выделили вообще из лидеров? Опять же, линия обороны неплохая сыгранная. Это раз. Довольно-таки с хорошим игровым опытом в Суперлиге. Плюс Марина Федорова. Это, на наш взгляд, то, что мы сейчас видим, системообразующий круг команды «Спартак». «Спартак». Плюс также сейчас они сделали два неплохих трансфера. То есть усилились серпками. Поэтому плюс-минус такой сбалансированный состав. Алексей Леонидович, пятое место по итогам первого круга. В какой степени это сюрприз или нет для вас? Пятое место «Спартака», конечно. Честно признаюсь, не смотрю в турнир таблицу, не отслеживаю, кто на каком месте сейчас соперников находится у нас. Опять же, мы понимаем, что мы на втором, и нужно наверстать те упущенные очки, которые мы растеряли в первом круге. И также есть ЦИСКА, которые находятся выше нас. Ну тогда как бы вы подвели итоги первого круга? Все ли было по плану? Или что-то пошло, может быть, немножко не так? И, как вам кажется, во втором зене будет прибавлять? Будет на том же уровне? Ну вот, может быть, согласно вашему плану? Итоги мы будем подводить в конце сезона. Сейчас не хотим думать о том, как мы провели первый круг. Мы его провели, и сами понимаем, что потеряли очки с локомотивом на выезде, из ЦИСКА на выезде. Но, опять же, сейчас мы готовимся к каждой игре к конкретному сопернику. И не думаем про то, что на каком месте находимся, на каком месте находится соперник. А уже итоги по сезону – это в конце. В каком состоянии вернулись сборницы? И какое впечатление оставили матчи с Северной Кореей? Северная Корея, конечно же, произвела впечатление. Тем более команда, которая приехала играть с нами, она довольно-таки молодая. Не все игроки и ведущие приехали на эту игру. Те, кто отбирались и проходили отбор на Олимпиаду. В целом, хорошее впечатление произвели. Да, может быть, нет таких ярких личностей в этой команде, но команда работает как общий механизм. То есть, каждая понимает на поле свои функции. Техническое оснащение каждого футболиста тоже самое, очень хорошее. Плюс тот контроль мяча, который они проповедуют, можно так сказать, стиль игры сборной Кореи. Очень быстрое продвижение мяча, то же самое, очень хорошее. Да, наша сборная также отмечивает, что вторую игру молодцы, хорошо противодействовали им. То есть, не было никаких зон, чтобы какие-то опасные моменты были в наши ворота. А так сборная Кореи понравилась. А что касается игроков «Зенита», в каком состоянии вернулись? Не хочу сейчас, да. Хотела шутку сказать, но не буду, промолчу. Вот, ну в каком состоянии. Сейчас вот отдельно у нас тренируется не Куропаткин, это который вернулся у нас из сборной. Вот. Плюс-минус, каждая в разном состоянии. То есть, игроки, которые играли 90 минут, есть игроки, которые не принимали участия вообще в матчах, есть немного сыграли, то есть игровой практики. Поэтому все в разном состоянии. Вот такой вопрос немножко из исторического контекста. Учитывая противостояние «Зенита» и «Спартака» по ходу последних 30 лет, а вообще матч женских команд, он все-таки будет каким-то особенным? Или это просто обычный рядовой матч? Не могу сказать, что это простой рядовой матч. Это также, можно сказать, дерби в женском футболе «Спартак-Зенит». «Зенит-Спартак» без разницы. Поэтому для нас это очень принципиально. Мы также, как в принципе традиции «Зенита» поддерживаем в плане противостояния «Зенит-Спартак». Зенит-Спартак» без разницы.